Вот, ребята, Пролетарская, между Победой и Майкопской. Стоят, что хотят, неизвестно. Сейчас это узнаем. Обязательно. Тормозят абсолютно всех, но там кипишует кто-то с ними, наховали. Здравствуйте. Пропуск есть? Есть. Вот так. Давайте вот так. Вот мои номера. Мой пропуск. Мои сподобастырные слисты. Вот страховую. Нет. Вот сюда, пожалуйста. Вот так, ребята. Мой пропуск. Здрасте. Вот он пропуск. Вот даю. Мне не надо в файле пропуск выдать, пожалуйста. Вот оно. Чтоб вы мне изъяли, пишите акт изъятия. Чего писать? Акт изъятия. Протокол изъятия надо было? Ну, протокол изъятия. С чем связано? Покажите постановление. Какое постановление? Ну, кто вам? Вам же есть основание изъятия пропуска? Там мои документы. Я вас не приглашаю. Я не сажусь. Закрой теперь. А, вот так? Да, вот так. Имейте ввиду, я буду писать жалобу. Так? Буду писать жалобу. Кажется, вы приставиться забыли, нет? Серьезно? Да. Уверен, что я не приставился? Да. У меня запись ведется. Я рад за вас. Данный пропуск я вас изымаю. На каком основании? На основании распоряжения. Ознакомьте. В письменном виде. В муниципальном образовании ознакомитесь. Ознакомьте меня. Все, возможно. В смысле? Вы можете у меня просто так забрать мою вещь? Вы отказываете? Это наказуемо. Это мой документ. На каком основании вы мой документ забираете? Вы едете? Пропуск не верните. Страховой полис есть? Нет, оформляйте. Вы едете? Пропуск мой, верните. Не верну. На каком основании вы у меня забираете пропуск? Вы мне его не выдавали. На основании того, что я в полиции на 걸로. Мне выдавала его администрация, а не полиция. Имейте в виду, будет на вас жалоба подана в прокуратуру. Это что такое? Вот обратитесь в муниципалитет. Знаете документы от машины? Заберите. Они сверят, сверят, сверят. Выдали вам или не выдали? Администрация. Производит часть администрации. Пойдемте, я вам покажу сейчас. Заберите свои документы. Так заберите, проверьте их. Не хочу их проверять. А что, вы забираете мой документ? Может, коронавирус-то я жду. Да, он нет, что ли? А то будет дефенсировать. Так не пойдет, так дела не делаются. А как дела делаются? Вы телефоны снимаете? Снимаю. Вы забираете мои документы. Без основания на то, каких-либо причин. Все, счастливого пути. В смысле? Ознакомьте меня. В смысле, сидите дома. Мне дала администрация разрешение работать. Вы пришли, забираете у меня документы. Найте на машину, нате права, заберите. Смотрите, как вас зовут? Ознакомьте меня с постановлением, с приказом, на каком вы основании забираете? Я вам официально заявляю. Я являюсь в ДПС, потому что Бельмеха моя поняла. Есть видео, которое фиксируйте. А каждый день будет стоять массовая информация в сетях. Конституцию начальника надо читать. Я не даю своему согласию. Не надо мне давать. У меня конститута есть. Это все публикается массовой информацией. Вы меня слышали? Вы меня слышали? Я слышал. Документы мне верните. Так если меня сейчас там остановят, я без пропуска идет. Вы скажете, что у вас... Документы мне верните. Как я скажу, завтра у меня... Вы на каком основании у меня изъяли пропуск? Он вообще в мои документы залез сам. Вакуум, если мне организация... А? Вот обратите, что я тебе изъят, с кем он выдал. А я там работаю, механиков. Это что за беспредел такой здесь творится вообще? Что вам не нравится? Не нравится бы взять я пропуска. А вы его выдавали? Вы не выдавали эти пропуска? Да вчера то же самое говорили. Сегодня приехали, никто никому ничего не отдает. Это мой документ. Знаете, заберите вот БТС на машину. Может тоже фальшивая. На каком основании вы мои документы забираете? Не вы их выдавали. Покажите постановление всем. Что это такое? Хорошо, я не против. Изъяли, составьте протокол. Там что было написано? Карантин. Карантин. А у нас что, карантин введен? Дайте бумагу, что вы изъяли. Об изъятии протокол или как оно называется? Составьте. И никаких вопросов вообще не будет. Это вы можете сейчас забрать все, что угодно у меня? Так безнаказанно, что ли? Составьте бумагу, чтобы я приехал на работу и сказал, вот у меня изъяли. Покажите, пожалуйста, потом на автомобиле. На каком основании вы меня изъимаете? Хорошо, я буду писать жалобу в прокуратуру на вас.